Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим решение неравенств методом интервала, а причем не обыкновенных, а те, которые содержат в скобке знак минус. Итак, первый вариант. Минус х-1 в скобках на х плюс 2 больше либо равно 0. Начинаем это решение неравенства с таблицы. Поскольку у нас больше либо равно 0, точка должна быть заштрихованная, а скобки квадратные за исключением бесконечности. Бесконечность всегда в круглых скобках. Итак, поскольку впереди стоит знак минус, то неравенство знак мы меняем на противоположный. х-1 на х плюс 2 меньше либо равно 0. Каждую скобку приравниваем к 0. х-1 равно 0, отсюда х равняется 1. И х плюс 2 равняется 0, отсюда х равняется минус 2. Чертим числовую ось. Поскольку у нас получилось два ответа, мы ставим две заштрихованные точки. Располагаем числа в порядке возрастания минус 2 меньше, единица больше. По последнему неравенству мы определяем, с какого знака начинаем. Поскольку х содержит плюс. И во второй скобке перед х тоже плюс. Плюс на плюс это плюс. Далее идет чередование знаков. Минус, плюс. Штрихуем то, что больше либо равно 0, то есть знак плюс. Интервалы, над которыми стоит плюс. И, наконец, выписываем ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до минус 2. Квадратной скобки, бесконечность всегда в круглой, объединяется от единицы до плюс бесконечности. Давайте рассмотрим еще один пример. Значит, пускай он будет вот такого вида. Единица минус х на единицу плюс х меньше 0. Я нарочно беру несложные примеры, чтобы было возможно лучше это понять. Итак, первое мы записываем нашу таблицу. Неравенство строгое. Точка выколотая, скобка круглая. Каждую скобку приравниваем к нулю. Единица минус х равна 0 и единица плюс х равна 0. Единицу отставляем, а х переносим в другую сторону со знаком плюс. Единица равна х. Ну, для того, кого это непривычно, мы можем написать х равно 1. И во втором случае х равняется минус единице. Чертим числовую ось. Мы сказали, что точка выколота. Ставим две выколотые точки и подписываем их в порядке возрастания. Минус 1 и 1. А вот теперь определяем, с какого знака мы пойдем от стрелки. В первой скобке перед х стоит минус. А во втором плюс. Минус на плюс дадут нам знак минус. Поэтому от стрелки мы пойдем со знака минус. Минус плюс минус. И штрихуем те промежутки, которые нам нужны. Те, которые меньше нуля. То есть содержащие минус. И выписываем ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до минус единицы. Обратите внимание, скобка круглая. Объединяется от единицы до плюс бесконечности.